Здравствуйте! В эфире программа «Азбука потребителей» с вами Мария Бодрова. Впереди 10 дней январских выходных и каникул. А это значит, что уже сейчас надо задумываться, где вы их проведете. Что предлагают туроператоры? Куда выгоднее ехать отдыхать сейчас? В России или за рубежом? Разберемся по буквам. Число россиян, отправляющихся отмечать период Нового года в различные точки планеты, неуклонно растет. Причем год от года увеличивается так называемая глубина продаж новогодних туров. Если раньше наши сограждане предпочитали по большей части горящие путевки на новогодние даты, принимая решение о поездке буквально в последний момент, то теперь, набравшись опыта и покорив немало стран, большинство туристов планируют свой отдых в праздничные дни заранее, задолго до прихода зимы. Если вы не хотите менять климатических поясов, то можно рассмотреть варианты аренды домика недалеко от Самары. Цены варьируются где-то от 5 тысяч на человека за заезд до 15 тысяч на человека за заезд, в зависимости от того, какой вы вариант выберете. Отметить у себя новогодние праздники предлагают владельцы частных коттеджей в пределах города и за его чертой. Также обратите внимание на предложения в Тольятти области. Здесь можно провести не только новогоднюю ночь, но и последующие дни, сочетая прогулки по лесу со СПА-процедурами. Вполне реально совместить новогодние каникулы и с лечением в санаториях губерния, а также в здравницах Ундр, это Ульяновская область, Татарстан и Башкирия. Я бы рекомендовала все-таки выбрать размещение в период новогодних каникул. Это как раз время для тех, кто хотел бы подумать о своем здоровье, воспользоваться праздничными днями и отдохнуть, и поправить здоровье в период новогодних каникул. Истинных патриотов, решивших в новогодние каникулы не сидеть дома, но и не направляться за границу, дожидаются интересные экскурсионные туры в столицу Санкт-Петербург, Казани, по Золотому кольцу России. И даже соседние Тольятти манятся не хуже за границей. Здесь в новогодние праздники ожидается на гастроли знаменитый канадский цирк. Отличный вариант сводить ребенка на самую главную елку страны – Кремлевскую. Здесь несколько вариантов есть. Есть варианты железнодорожных туров, есть варианты авиатуров, есть варианты автобусных туров, скажем так, на любой бюджет и на любую категорию туриста. Продолжительность туров варьируется от трех дней до можно выбрать длительного путешествия для того, чтобы застать и новогодние праздники, и провести еще часть новогодних каникул с ребенком. Отправиться автобусом из Самары в Москву и обратно будет стоить около 9 тысяч рублей на человека. Если вы не будете прибегать к помощи турагентств, то можете спланировать отдых самостоятельно. В этом случае неплохо мониторить акции авиа и ЖД билетов. Иногда выстреливают хорошие скидки. Тем более в конце декабря из Самары в столицу обещают пустить двухэтажные поезда, а значит увеличится шансы добраться до точки назначения. Наверное, многие родители хотели бы отправиться и показать своему ребенку в отчину Деда Мороза. Традиционно широк выбор и новогодних горнолыжных курортов. Вы можете отправиться покорять снежные трассы в европейские страны – Андорру, Болгарию, Италию, Францию, Словению, Финляндию. А можете ограничиться и родными просторами, съездив в ставшую очень популярным местечко Абзакова, что на Южном Урале, также Банны и Аджигардак. Есть вариант, например, автобусного тура в Абзаково. Можно провести новогоднюю ночь и покататься на лыжах. Среди городов, где планируют отдыхать россияне, лидирует Сочи. Согласно рейтингу, составленному по итогам бронирования отелей на период с 1 по 10 января 2016 года, российские граждане планируют отдыхать 7 дней. Средняя стоимость проживания в Сочи обойдется туристам в 4,5 тысячи рублей за сутки. Сочи и Крым. Благо, что для этого есть прямые перелеты из Самары. То есть прямой перелет Самара-Адлер, прямой перелет Самара-Симферополь. Продолжительность такой поездки составит 7 дней. Любители старушки Европы и вовсе все воздушные пути открыты. Из Самары самолеты летают в любую страну Старого Света. Однако самое популярное направление – это Чехия, Прага, Карловы Вары. Серьезную конкуренцию им составляют Париж, Будапешт и Германия. Ценители горных выши ожидают снежный курорт на севера Италии и высокогорные горнолыжные центры Австрии, Словении, Франции и Швейцарии. Совершить путешествие, ну, наверное, в самое популярное направление многих россиян – это Чехию и Прагу. Универсальная страна в плане того, что вы можете не только полюбоваться красотами Праги, но и за одно путешествие совершить поездки в ближайшие европейские страны – это Германию, Мюнхен, Нюрнбек, Дрезден и в Австрию, Вену. Для тех, кто хочет чего-то оригинального и экзотичного, смелым и удачным решением станет поездка на Новый год в Таиланд, Вьетнам или в индийский штат Гоа. Солнечное тепло в новогодние каникулы в Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах – но куда менее экзотично. При этом все перечисленные страны связаны с Самарой прямыми авиарейсами, что делает путь намного короче. Если предложение туроператоров вас не устроит, то вы всегда можете сами срежиссировать свой отдых. Так что подключайте фантазию. До встречи!